Привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть с Урвайвинг Марс, и в предыдущем эпизоде мы пытались добиться автономной работы нашей колонии. Поставили последний третий завод, завод электроники. Сейчас у нас все ресурсы, полимеры, запчасти и электроника делаются на Марсе, и большой необходимости заказывать их на Земле нет. Тем не менее, я думаю, что придется еще парочку раз это сделать, потому что электроника, например, делается очень долго, всего лишь три штуки в соул. Ну, а запчастей, в принципе, плюс-минус достаточно полимеров тоже хватает. Короче говоря, будем смотреть по ситуации. Окей, я поставил везде усилители на экстракторы, на металлоэкстракторы, на экстракторы редких металлов, также на акваэкстракторы тоже усилители поставлены, и дополнительно усилители на заводы. Опять же, пришлось потратить некоторое количество полимеров. Тем не менее, сейчас у нас будет больше производительность. Я надеюсь, энергии хватит, пришлось еще поставить один ветрогенератор. Если вы соскучились по космическим приключениям или по такой игре, как космические рейнджеры, например, то рекомендую попробовать новую ММО с элементами стратегии от отечественных разработчиков. В ней вы сможете создать свой флот, исследовать галактику, изучать новые технологии, конечно же, воевать как в ПВП, так и ПВЕ. Сейчас доступ к игре бесплатный, так что переходите по ссылке в описании и пробуйте. Окей, далее, значит, что важно. Сегодня будем добиваться высокого уровня атмосферы. Надеюсь, что достигнем, по крайней мере, уровня 25% и пойдут у нас ядовитые дожди. Хорошо, далее температуру тоже будем повышать потихонечку, врубая вот эти вот заводы парниковых газов. Да, мы еще поставили огромный просто генератор углекислого газа, вот он стоит и работает, как раз который атмосферу-то и нагнетает. Я надеюсь, что мы еще электроники подкопим. Электроники подкопим, изучим, возможно, проект под названием генератор магнитного поля, и у нас все будет еще лучше с атмосферой. Но это уже позже, это гораздо позже. Я думал, что, может быть, построить какие-то озера на Марсе, но ужаснулся, сколько нужно для этого воды. То есть вот огромное озеро, оно вот выглядит так, то есть вот такую площадь занимает, большую, и там нужно 10 единиц воды. У нас столько нет, у нас весь водопровод всего 10 делает воды, так что придется мне новые места тогда осваивать с водой. Как раз вот тут у нас неподалеку одно есть, ну а все остальные уже очень прям далеко. Это уже будет тема с переселением, да, то есть мы будем строить купола далеко от основной нашей базы. Для этого нужно будет изучить СУ-шаттлами. Так, подождем, где оно? Вот оно, СУ-шаттлами, сами шаттлы у нас, скорость увеличить. Короче говоря, это все опять же в планах. Да, к слову, можно ставить усилители тоже на ветрогенераторы, то есть тратить полимеры, чтобы не строить новые ветрогенераторы, и чтобы запчасти на них опять же не тратить. Надо будет этот вариант продумать. Так, я еще хотел, знаете, что сделать? Я еще хотел посылать ракету, которая бы у нас какой-нибудь проект бы изучила. Это все еще дорого. Это тоже дороговато. Где-то тут видел проект, который мы способны, в принципе, выполнить. Вот. Захватить ледяные астероиды. Это мы будем в течение трех солов захватывать астероид и в результате получим 5% воды. Я думаю, что это разумно. Запчасти у нас сейчас имеются. Топлива тоже дофига. Так что давайте отправим вот эту экспедицию. Отправить. Так, почему мне ракета вечно называется, как попало? Каладриус. Откуда у меня Каладриус? Я по-другому ее называл. Странно. И наше ранчо с козами скоро даст первый урожай. Куча еды. Около сотни. Что очень хорошо. Окей, у нас скоро ракета долетит до ледяного астероида. Сейчас посмотрим, что из этого будет. Есть ли там вообще шанс потерять ракету? Я не знаю. Сейчас выясним. Так, 99. 100. Так, что произошло? Какое-то потрясение, видимо, как раз вот астероид упал, да? Нет? Непонятно. Ну, мы видим, что в принципе 5% воды появилось. Что круто, потому что вот эти мелкие озера, сколько они тут стояли, они даже ни на одну сотую процент не увеличили количество воды. Захватить ледяные астероиды. Захват ледяных астероидов успешно завершен с помощью особого аппарата. Легкими толчками нам удалось захватить и перенаправить астероиды. Скоро они прилетят к поверхности планеты, и мы получим довольно значительные запасы воды. Но в этом космическом бильярде всегда есть возможность, что шар попадет не в ту лунку. Будьте готовы к марсотрясению. Ну, мы уже его испытали чуть-чуть. Только я не понял, повреждения такие-то есть или нет. Так. Это мы уже видели. В принципе, тут будет всегда, да? Этот проект. Давайте еще тогда одну экспедицию сейчас снарядим, как только. Ракета вернется. Эту ракету я уже загрузил редкими металлами. Сейчас будем отправлять на землю. Хотя у меня сейчас 9 таскующих по земле. Они что-то не хотят в ракету садиться. Видимо, надо, чтобы ракета как раз села, и тогда вот они в этот момент загружаются. В отправляющуюся ракету они садиться почему-то не хотят. Так, вот оно, марсотрясение как раз появилось, да? Понятно. Ладно, какие постройки-то вы мне покажете, нет? Непонятно, какие постройки конкретно. Может быть, эти? Вроде бы нет. Ладно, разберемся. Давайте-ка включим тогда все заводы парниковых газов уже. Уже бы пора. В своей игре можно парочку отключить ветрогенераторов. Я уже один улучшил усилителем. Надо еще один улучшить. В принципе, можно два. Вот так вот. Эти мы отрубаем. Ракета верналась. Сейчас, надеюсь, все таскающие улетят. Точнее, залезут. Залезут в ракету. И перестанут жаловаться там. Да, вот они. Как раз в момент приземления ракеты, видимо, и улетают. Окей, у нас 15 пожилых людей на Марсе осталось. Я думаю, что следующую партию землян уже надо приглашать. Скоро. Еды-то хватает пока что, да? Да, еды хватает. Так, жилье. Жилье у нас. Жилья дофига. Причем, отображается, наверное, вот это еще и жилье. Надо его отрубить. Чтобы не мешало. Все равно отображается, да? Понятно. Окей, для чего мне нужны люди? Сейчас посмотрим. У меня завод электроники, в общем-то, работает не в полную силу. Плюс тут, видите, инженеры заканчиваются. Кому-то надо работать на ранчо. Геологов тоже у нас. Стало что-то меньше слегка. Да, надо приглашать. Надо приглашать пассажирская ракета. Также медиков и ученых мы берем. Только не алкоголиков. Парочка там ученых и алкоголики были. Медик один всего лишь, да? Так, иди еще один. Вот еще один медик. Трудолюбивый. Берем. И без профессии тогда убираем. Пока что. Хотя, опять же. Некому будет работать на ранчо? Ладно, справимся. Вера, геологов надо поменьше взять, да? Тогда. Технари, энтузиасты. Хорошо, тогда чуть поменьше. Геологов, в принципе, их хватает. На самом-то деле. Все. Запускаем ракету. Итого три без профессии, семь инженеров, два геолога, два медика и восемь ученых. Ученых нужно много, потому что у нас наука проседает слегка. Так, вот это вот мы в две смены забьем лабораторию. Возможно, даже третью смену откроем вот тут. И, в принципе, скоро мы изучим уже экстракторы на топливе. Будет больше воды. Так, а мы, в общем, умеем строить этим, с аудронами там. Да, умеем строить восемь электроники. Фигаси, с анатом, кусается. Ладно, тогда ждем инженеров, чтобы у нас электроника уже производилась на полную. Тогда можно будет сушку построить. Следующий этап это у нас постройка как раз с аудронами. Вот тут вот где-то. Чтобы обслуживали вот эту большую площадь и могли бы мы добывать воду. Также вот здесь вот будет купол. Тут у нас тысяча редких металлов, потому что там вот этот ресурс уже почти что истощен. 136 всего лишь осталось. Так, минус труба. Минус труба, судя по всему, даже, наверное, клапан у нас уничтожит, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Да. Минус клапан, еще минус вот это, акваэкстрактор. Так, эти вроде не пострадали. Хорошо. Утечка есть? Утечки нет. Восстановим. Так, ну еще у нас место, в принципе, с редкими металлами тут. На самом деле куча места. Только месторождения не такие уж и большие. Вот тут у нас два месторождения рядом, но 300 плюс 400. То есть даже меньше в этих двух, чем вот там вот одно. Хорошо, как я и планировал. В принципе, отправляем еще одну экспедицию за астероидом. Уже будет 10 воды. Так, отправить. Только еще не заправлена ракета. Отличное. Экстракторы на топливе готовы. Сейчас мы их... А, слушайте, тут еще и усилители, да. Заново ставить надо. Беда, беда. Пять запчастей на улучшение. Дороговато. Дороговато, но ничего не поделать. Улучшаем. Тут у меня как раз топливный склад. Топлива у нас просто... Очень много. Даже можно им попробовать поторговать, но... Вред или кто-то заинтересуется. Ну-ка. Контакт начать торговлю. 53 дубами. Не, бетон нафиг не нужен. И прилетели новые колонисты. Энергии не хватает. Настали холода. Они еще, в принципе, долго будут. Так, сажаем. Сажаем ракету вот сюда. Сейчас у нас будут работники на завод-то. Тут уже совсем не осталось практически инженеров. Видимо, они постарели. Постарели, вышли на пенсию. И было бы неплохо еще на один проект. Еще в одну экспедицию послать ракету. Так, где тут видел-то? Интересную. 8 человек прорыв. Это хорошее, да? Прорывы нам нужны. Прям очень. Колонию без людей. Оставлять нехорошо. Тут, в принципе, простая экспедиция. Координатор всего лишь нужно послать. И 12 часов и ход исследования у нас продвинется. Так, вот на эти пока не буду послать. Давайте пока все-таки за прорывом попробуем слетать. Всего 12 часов. Посмотрим, что там. Координатор, если что, наготове. Так, у нас очередной астероид захвачен. Снова у нас маросотрясение произошло. Все по плану. 10% воды уже. Так что должны, в принципе, уже начаться дожди. Правда, никакого пока сообщения нет. Ну-ка, сейчас посмотрим. Там не дожди, возможно, а что-то другое. А нет, стабильный рост травы. У нас стабильный рост травы. В принципе, можно попробовать снова семена поворачивать, да? Как вариант. Так, что у нас там? Трава. Конечно, дожди опять же будут мешать, но мы просто посмотрим хотя бы как выглядит трава. Мне интересно. И построим, пожалуй, еще парочку заводов парниковых газов. Уже, в принципе, запчасти позволяют. Так, да что за фигня? Какая-то тут неровность. Вот, таким вот образом мы поставим еще парочку заводов. Перебарщивать не будем. Еще одна ракета у нас возвращается с экспедиции. Одна пошла за прорывом. Все хорошо. Так, совершен прорыв. Улучшение генератора стерлинга. Плутоневое ядро. Увеличивает выработку энергии. Ну, такое себе, такое себе. У меня бы прорыв на то, чтобы пенсионеры работали вот это. Вот это был бы прорыв. Так, ладно, тогда садимся. Сколько там надо очков науки там? Четыре тысячи. В принципе, можно, конечно, пожертвовать, но необходимости острой нет. У меня всего лишь три штуки этих генераторов по всей базе. И сейчас мы пошлем тогда... Так, земледелие у нас исследовалось, да? Сейчас пошлем еще в водную экспедицию. Новое растение. Это все ерунда. Потребление воды в куполах снижается. Это хорошая штука. Ее бы надо изучить. Что еще надо? Растопить полюса тоже, в принципе, можно изучить. Посадить растение улучшает показатель растительности. Искусственный образователь облака улучшает показатель воды. Ну, просто такие вот проекты, которые ты изучаешь и получаешь перманентно вот эти показатели. Растительности. И воду. Ладно, понятно. Так, пока закроем. И, значит, идем в экспедицию, которая... С экстрактором. Где она тут была? С координатором, точнее. Так, и поставлю я, пожалуй, уже... С иу-шаттлами в очередь. Для исследования по рабу же. И надо уже купол новый строить, потому что... Кончаются у нас редкие металлы. Скоро они иссякнут. Так, нервный срыв. И-яй, а полумевший колонист нападает на других жителей купола. Бегая глушом по кругу, с гаечным ключом в руке, Тереза Амори не забывает пускать его в ход. Пострадало несколько человек. Отправить дроны приструнят. Ясно. У нас охранников мало. Охранников практически нет в колонии. Ну... Я думаю, что если колонистов подстать, опять у нас колонисты потеряют здоровье. Так что давайте дронов пошлем. Веска дронов уничтожена. Круто. Ну, это ничего. Это нормально. Лучше, чем колонисты. Итак, начинают у нас уже истощаться запасы воды. В течение месторождения. Разбираем экстрактор. Тут у нас еще тысяча есть. Последняя. И в запасе полторы тысячи. В баке. Так что я уже запланировал еще один купол. Заодно будем переходить на новое место добычи металлов редких. Потому что предыдущее месторождение тоже уже истощается. Вы же следите, да, за счетчиком СОЛов. 150-й СОЛ уже. 150-й СОЛ летит ракетам с электроникой. Просто потому что не хватает мне постоянно инженеров. Хотя я их периодически обучаю. Но, к сожалению, это обучение оттягивает работников с фермы. И у меня возникают проблемы с едой. Потому что обжор, опять же, много. На Марсе уже начал строить вот эти вот СОЛ шаттлов. Нужно по 10 электроники и 15 полимеров. Все это очень дорого, поэтому пришлось электронику заказать. Даже если ее производить, то она очень медленно делается. То есть 3 буквально СОЛ всего лишь. Самый медленный ресурс. Так что я уже начал изучать трибы-очистители. Они мне помогут экономить материалы, например. Будем экономить запчасти на обслуживании ветрогенераторов. И можно будет с машиностроительного завода частично переместить работников куда-то в другое место. На электронику, например. Все металлы у нас тоже кончаются. Сейчас надо будет сюда тащить координатор, чтобы он помогал. Потому что у меня не дотягивается СОЛ дронами. Но вот этого экстрактора. Пресс, наверное, еще один строить вот тут. В любом случае, рано или поздно придется. Но опять же, электроника. Минус электроника будет. Да, видам. Ну а пока координатор поработает. Ничего страшного. Так, тут надо... ...запчасти притащить, да? И проводку сделать. Вот. Как-то так. Все, пришла электроника. Сейчас будем ускорять процессы. Строим шаттлы. И в этой части тоже строим шаттлы. Повышенный приоритет. Сейчас у нас транспортник поможет. В принципе, притащить побольше лесов сразу же. Так, нужны полимеры там. Ты что, при его выгрузил? Да. И электроника нужна. Электроники нет. А где у нас вся электроника хранится, интересно? А, ну... Ее уже разгружают. Вот сюда, ну? Так, электронику набирай. Все, погнали. Так, что там начинало-то? Там еще бетон нужен, по-моему. Да, бетон нужен. Влезет у тебя, да, 10 бетона как раз. Поместится в транспортник. Все, погнали. Правда, строить некому, да? Эти дроны, конечно, бегают тут, но они... Как-то не очень при делах. Видимо, все-таки придется координатор дернуть. Черток. А что ты встал-то там? Пошли. Так, там уже что-то притащили. Частично. Ну ладно, в принципе, на обслуживание пригодятся все в нарезы. В той части колонии. И шаттлы пошли. Сколько у меня будет шаттлов вообще? Ну, может, только три. По умолчанию там в комплекте. Так, редкие металлы я сейчас все потрачу. Опять нечего будет делать электронику. Что-то у нас 44 еще осталось. Нормально. Еще одну ракету загрузим, и потом уже не будем металлы экспортировать. Что-то у нас под запретом. Юнуна. Периодически все-таки летаю, разные проекты выполняю. Очень хочется вот это выполнить. Но 30 электроники жаба душит. 2 миллиарда долларов получить. Так, это пока рано. Это тоже пока что метеороиды рано. Метеороиды вообще опасно. Направлять там. Они будут падать на карту, и возможно на нас прямо падут. Слушайте, тут не надо. Координатор оттащить. Тут у нас дроны же. Что, ребята, там заряжайтесь. Тогда все-таки координатор мы тащим назад. Вот сюда. Так, ну и проводку. Проводку до купола. Купола-то у нас еще не будет же. В начале там. Тогда пока вот так вот будет. Выгружай. И купол у нас уже практически построен. Только надо еще подвезти воду. Да, воды мне явно не хватит. Учитывая, что у меня всего лишь одно месторождение пока что. До другого тянуть трубу далеко. Вот это скоро кончится уже. 600 осталось. Есть вариант, конечно, два экстрактора поставить тут, но они будут друг друга запылять. Беда, беда. Ближайшие у нас только вот тут. Или тут. В принципе, если поставить соудронами, да, у нас шаттлы-то ведь будут гонять. Только трубу тянуть далеко получается. Так вот, поэтому пандусу интересно, получится ли трубу протянуть. Ну и попробуем. Ну как бы получается, да, по идее-то. Да, только реально очень будет длинная труба. Ему придется поставить два экстрактора рядом. Можно вот так вот поставить. Они как бы друг друга чуть-чуть задевают. Не знаю, это считается или нет. Ну, в любом случае, другого выхода нет у нас. Так что придется ставить. Придется ставить. Так, у нас дроны-то достают? Достают. Нормально. До обоих экстракторов. Все, проводим трубы. Нормально. Так. Подключение тут есть, нет? Непонятно. Наверное, есть. Так, ну и давайте маленечко начинать уже обустраивать большие куполы. Я думаю, что придется тут оставить ферму в конечном-то итоге. Пока что одну. Так, ну-ка. Для нее, опять же, нужна вода, блин. Черт. Надо будет что-то придумать. Ну, может быть, не сразу мы ее будем строить. Пока так. Ну, хотя ладно, пусть строят. Сколько там нужно для нее? Только бетон? Только бетон, это не страшно. Придется мне выпаривать или, наверное, строить все-таки? Раз нет воды. Правда, сначала их нужно изучить. Ну, или готовые. Везти из земли. Что-то не... Почем они вообще стоят-то? Выпаривать или... К-340? Дорогие. Дорогие. Ладно. Так. Сразу же тогда, наверное, будем жилые дома оставить. Обычные. Комфортные. Места дофига. Чего бы нет. Умный дом пока не можем себе позволить. Да и там нужны эти. Электроника вроде нужна там. Так, вот тут у нас будет жилой квартал. Далее, кстати, игровая спортплощадка предлагали построить вот в этом куполе. Вместо чего... Ммм... А тут... А тут ничего, не получится его поставить. Игровую площадку. А, нет, она маленькая же. Да, она маленькая. Давайте-ка реально уберем от сад камней. Разбирайте. Ну, туда, видите, ходит все-таки кто-то. Значит, кому-то это нужно. Так, у меня еще дети-то есть. Детей-то нет. Так, это не то. Нет. Есть парочка детей. Два-три. Давайте поставим. Четыре полимера, конечно, жалко, но... Ладно, раскошелимся. Ради детей там. Прудик. Прудик слишком большой. Аллея. Маленькая аллея вот тут пойдет. Маленький сад пойдет. Нормально. Так, пять протечка. Фига себе, 67. Так, я всю воду расстранжирю. Нет, электричество только. Так, электричество тоже далеко тянуть. Силовые кабели. Ну, оно уже протянуто, в принципе. И вот сюда. Рожь. Сейчас будет уже работать. Итак, построили мы уже ферму. И, что удивительно, почему-то пшеница растет сама собой. Видите, полоска идет. Как так? Неужели я что-то такое изучил? Ммм, странно, да. Учитывая, что сюда еще и вода не поставляется пока что. Потому что купол отключен. Это странно. Может быть, конечно, вот эта... Еда в ноль уйдет, когда полоска дойдет до конца. В общем, посмотрим. Ладно. Скоро у нас будет купол заселяться, но... Не раньше, чем... Вот эта вот вода кончится. Может, это пока непонятно. Будет ли хватать? Так, четыре тут у нас. Допустим, четыре и семь. Чуть-чуть будет не хватать. Короче говоря, надо два или три выпаривателя. Где-то достать. Желательно саму создать, но... Сам я еще не скоро их буду создавать. Ну, по крайней мере, уже три бы очистителя скоро. Из-за часа можно один хотя бы поставить вот сюда. Я, кстати, не помню, три бы очистителя, они друг друга там вообще очищают или нет? Она будет посмотреть. Предыдущие свои записи вроде бы должны очищать. Так, у нас металлоэкстрактор также построен. Сразу же усилители и экстрактор на топливе делаем. Так, минус запчасти. В очередной раз... Тут уже скоро... Металлы кончатся, никак кончатся не могут. Так, у нас сейчас ракета-то... Ракеты никакой нет, которая редкие металлы тащит. Так что норм, еще один-три миллиарда. Вот, в принципе, можно заказать выпариватели. В теории-то. Тут, кстати, я поставил еще один с селудронами. Минус электроника, чтобы вот этот экстрактор обслуживать. Ну, а тут мы будем, опять же, либо озера делать, либо семена засеивать. Кстати, по поводу семян. Вы уже, в принципе, заметили, наверное, пока. Камера ездила. Вот она, травка. Видно? Надеюсь, можно играть в футбол. Или в гольф. Круто. Но, когда пойдут ядовитые дожди, это все, конечно, сойдет на нет. Так что, наверное, не будем пока мы больше семена тратить. Просто посмотрели на травку, и хорошо. Так, ну и травка сама по себе растет вокруг озер по-прежнему, да? Или это просто... Нет, это просто лишайник пока что. Видимо, растет там. Ладно, озера я тогда отрублю вообще. Все равно они бесполезны, похоже, что. И купим мы парочку выпаривателей все-таки с земли. Модульные постройки, выпариватель. Раз, два, три. Три штуки. С водронами не нужен пока. Так, дроны тоже, в принципе, не нужны. Семена не буду закупать. Можно, в принципе, электронику заказать. На остатки. Вот. И груз у нас, значит, пошел, да? Получается. Да. Груз пошел, и вторую ракету будем уже с пассажирами закупать. Точнее, заказывать. И заселять тот купол. Только надо еще ссылки что-нибудь построить тут. Давайте все-таки поставим систему водоочистки. В принципе, купол большой, так что 70% это будет достаточно много воды, которая будет возвращаться. Окей. Далее, значит. Пища нужна, как обычно. Так, если пока не будем. Квартира это лишнее. Научная лаборатория точно не нужна. Космобар. Космобар было бы неплохо. Тем более, там никаких особых ресурсов не надо на этом. Пусть будет. Госпиталь. Обязательно. Далее, что по плану, кафешка тоже обязательно. Так. Малая космобар – это фигня. Спортплощадка. Спортплощадка нужна, но чуть позже. Функт охраны тоже нужен. Но тоже позже. Гастроном. И пока все. Все остальное уже по желанию колонистов будем добавлять. Так, переходы будут где-то вот внизу, вот в этом секторе, да? Тут у нас в будущем тоже будет купол для металлов. Так, и пункт охраны вот. Зачем мне охрана? В принципе, сейчас охранников нет вообще. Без охранников сидим. Так, что у меня там по инженерам-то? Четыре уже вакансии только осталось. Как они считают вообще? Эти вакансии. Ну, непонятно совершенно. Ну-ка, может сломалось, я не знаю. Может и не сломалось, может и сломалось. Не поймешь. Так, ладно. Куда ушли все инженеры? Вот в чем вопрос. Как в вакансии должно отображаться? До черта. Сколько тут 10 штук? Отображается почему-то 4. Ну-ка, заказываем ракету. Без профессии несколько человек. 6 ботаников, 8 геологов и 1 медик. Еще один охранник. Как-то затесался. В общем, заселим мы этот купол. Выпариватели скоро прибудут. И надо еще соединить все-таки вот этот выпариватель с общей сетью. И удалим нафиг вот этот завод. Хотя можно не удалять, можно пока остановить. Да тут ближе-то никак не получится. Вот сюда вот. Нормально. А завод пока тогда остановим, как только труба построится. И у нас будет выпариватель в общей сети. Пусть работает, наполняет наши баки. Итак, у нас 3 бочистители закончены. Далее у нас заводы САИ, чтобы увеличить их эффективность. Давайте глянем. Там электроника нужна, насколько я помню. Для их постройки там. Так, где они, вот они. Опять электроники, расход 1,8 энергии. Ну, они такие уж и небольшие, да? По площади там. Сейчас подумаем. В принципе, тут бы парочку поставить, и было бы вообще огонь. Вот так вот, например, да? Ну, а второй уже не получится поставить. Ну-ка, если так. Нервный срыв. Человек-дождя. Получив серьезную психологическую травму после нервного срыва, колонист просыпается совершенно другим человеком. Дыхрвув. Гупта приобретает редкий синдром, известный как савантизм. О природе и развитие савантизма мало что известно в нынешнем состоянии. Этот чувак проявляет невероятный талант к расчетам. К сожалению, из-за латентности этой способности после раскрытия его потенциала потребует немало усилий. Окей. Ну, у нас вариантов тут не так уж и много. У нас займется чем-нибудь полезным. Ммм. Ну, давайте. Что, нам наука нужна? Не знаю, что с этим чуваком будет. В крайнем случае, помрет. Так, хроническое заболевание получает. Ну, ничего, нормально. Как-нибудь выживет. Правда, у нас медиков нет вообще. Кстати говоря, надо бы сделать парочку медиков. Инженеров таки. Особо-то не прибавилось у нас. Видимо, стареют они. Стареют, уходят на пенсию, блин. Ну-ка, что у нас там? Да, куча инженеров. Видите, одни инженеры просто тут сидят. Совершен прорыв. Выносливая растительность. Ну-ка, ну-ка. Улучшение генератора-то мы уже видели. Вдвое сокращает потребования к воде и температуре для травы, кустов, деревьев. Ну, неплохо, слушай, неплохо. Хорошая штука. Только мне бы сначала с дождями разобраться, которые у меня еще не скоро, блин, будут ядовитые, потом обычные. 40% атмосферы это пипец как долго. Да, если бы у нас сейчас металлы редкие хорошо добывались, можно было бы повыполнять вот эти проекты за 600 миллионов долларов. И побыстрее бы атмосфера росла. А, так их рабочую зону-то можно найти, расширять. Что-то я об этом забыл, в общем. Можно так вот сделать. Энергии будет уходить больше, так что один, в принципе, можно будет разобрать в теории. Ну, ладно, о чем. Потом разберем, может. Пока пусть работают. Окей, у нас три очистители работают просто на пять с плюсом. Вот они два стоят, друг друга очищают. Тут еще вот эти все постройки. Короче говоря, мы сейчас очень много запчастей и будем экономить, так что с машиностроительного завода я одну смену убрал. Пока что пусть в одну смену они поработают. Ну и побольше электроники пусть делают. Будет хорошо. Так, что у нас там с ИИ там? Еще изучается, да? Вот. Ну и будем ставить дальше эти три очистители в сторону вот в эту вот. еще вот эти заводы покрыть. Ну, хотя тут один завод только. Еще целую шаттлами и можно, в принципе, достраивать генераторы. Ветрогенераторы. Нормально. Прилетели наши выпариватели. Еще и пассажиры. Так, эту ракету может послать тогда в 24 в принципе. Давайте отошли эту ракету тогда назад на землю. Ну, тут у нас уже площадка готова. Ну-ка. Что у нас с энергией? Все хорошо. Тут надо еще аккумулятор поставить. На все эти пожарные. Так, где что-то лучше сделать? Тут, наверное, поставим. В будущем тоже трибоочиститель тут замутим и будет круто. Да, тут же еще надо, чтобы работали люди. Между прочим. Это проблема некоторая. Так. Воды хватает. Все, давайте сажаем тогда. Даже если воды не будет хватать, то поставим выпариватели оперативно. Будет все норм. Так, выпариватель, наверное, как раз к тому куполу мы и поставим, чтобы обеспечить его более-менее автономную работу. Еще нужен тут вентиль. Все, кончился таки. Кончился запас воды. Так, это у нас метеороидный дождь, бомбардировка. Все, минус два. Минус два и этот недостаток мы не решим. Двумя выпаривателями, тремя даже. Даже тремя не решим. Может они по 0,5 работают, по-моему. Но, в принципе, там вроде бы мы усилители уже изучили, нет. Да, можно построить плюс 50%. А, нет, они одну единицу производят, да? Все-таки. Добучи водой 1,1. Так, ладно, сейчас все сделаем. Я думал 0,5. Так, и вот тут у тебя трубы-то с этой стороны. не достаёт. Нету, да? Не достаёт, чёрт, не берем. Всё, пришли новые колонисты. Ну и тут поставим, чё? Один. Так, второй вот тут. Ух ты, нифига себе. А это вот и тут у нас урожай собран. Несъедобный там. Так, пшеница у нас чё делается? Матимальный урожай. Картошку по-моему надо выращивать, да? Она ухудшает почву. Ну, потом можно будет вырастить чё-нибудь типа так, насколько на 10% тут у нас семена. 45, так, соевые бобы. Давайте картофель тогда. И соевые бобы. Ну да, пусть будет так. Нормально. Нормально. Так, вода минус 2. Ещё один выпариватель мы поставим вот тут. Будет хорошо. Тут уже готово всё. Ещё третий у меня есть, да? Так, а там вот это, что, 2,9? 2,9? Это серьёзно. Давайте ещё один тут поставим тогда. Отлично, слушайте, смерть для экстрактора редких металлов. Метеороид сейчас ударит. тут всё равно 20 всего лишь осталось, так что, наверное, даже можно его не восстанавливать. Добрая тебе память. Так, вот эти все резы у нас соберут, значит, мы там всё удаляем. полимеры тут у нас есть, металлы и запчасти. Неплохо. Неплохо. Ну и у нас вот это пока не работает. Почему? Потому что не построили кабель, что ли, или нет? Построили кабель. Пожали, почему? Почему? У нас энергии не хватает, что ли? Вроде хватает, или там где-то опять метеороид упал. Как-то он удачно, видимо, упал тут и... А почему не восстанавливают? Непонятно. А, я тут удалил эти... Удалил ветрогенераторы. Понятно, теперь. Так, ну давайте оперативно настроим. Ну, в спалку нормально. Пусть сбьёт. всего заработало. окей, 170 сол, давайте подытоживать, что мы сделали в этом эпизоде. температура у нас до 40 градусов поднялась, до 20% атмосфера. В следующем эпизоде, думаю, уже точно будет 25% атмосферы и 50% температуры, потому что уже очень близко этим вехи. Также поставил я тут кучу ветрогенераторов. Энергии у нас более чем достаточно. Отрубать их уже не имеет смысла, потому что два триба очистителя работают просто круто. Всё у нас тут чистенько. На обслуживание детали не тратится. Инженеров у нас тоже пока что достаточно, но всё-таки не хватает у нас электроники. Так, у нас в универе по-прежнему инженеры воспитываются, хотя нужны ещё и геологи ко всему прочему. Давайте-ка мы наверное пока инженеров оставим, потому что мне ещё вторую смену надо открывать. Завчисей нужно побольше, наверное поставлю ещё одну такую установку, чтобы генератор углетистового газа был второй. Значит, во втором куполе у меня очень много тоскующих по земле, потому что я сюда маловато людей без профессии пригласил, у меня все вот эти постройки без работы оказались, ну а перераспределять людей туда-сюда из этих куполов я уже честно говоря подустал можно в принципе отсюда кого-нибудь туда переселить по идее вот такие вот дела трава у нас в принципе растёт, но уже по-моему уменьшается хотя нет такой же уровень остался травы как и был тут у меня метеороид ударил и не стало просто этой установки ну а в целом всё в принципе хорошо в ноль у нас ресурсы не падают что мне очень радует металлов постоянно не хватает но ничего пока не поделать надо больше геологов воспитывать вот вроде бы ничего не забыл всё отметил так шаттлы летают вода циркулирует трибоочистители трибоочищают короче говоря всё по плану всё по плану давайте до следующего эпизода всем спасибо за то что посмотрели ставьте лайки если видео вам понравилось вы ждёте продолжения по этой игре на канале ну а с вами был Антик всем удачки всем пока субтитры